Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Музыкальная пауза Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, все, я выехала. О, тут у нас дорогу делают, судя по всему. Да, дорогу делают. Держателя у меня на телефоне нету, поэтому я держу телефон в руке, а рука у меня на руле, поэтому я не знаю, как будет. Может, немножко поболтает. Так, пока меня телефон болтает, я тоже немножко поболтаю. Я еду в сторону броницы в карусель за обычными, за покупками, но решила немножечко поболтать по дороге. Чего я хотела поболтать? О том, что я внимательно смотрела и думала, что же мне взять, купить ли мне новую камеру, потому что в любом случае я планировала какую-то другую камеру покупать, либо купить новый телефон, который мне тоже нужен. Телефон, я хочу айфон, я не хочу сходить с выбранного пути, но единственный айфон, который, наверное, я могла бы себе позволить, это пятый. Он сейчас, в принципе, не сильно дорого стоит, по сравнению с шестым и с новым седьмым, конечно. Сами понимаете. А еще смотрела камеру GoPro, варианты, потому что она, во-первых, маленькая, можно снимать угол обзора широкий, то есть можно в магазинах снимать спокойно. Ну, в общем, такой для блогов хороший вариант. И что вы думаете? В общем-то, камера стоит практически столько же, сколько айфон 5. Вот. Поэтому, скорее всего, я сейчас буду все-таки планировать купить себе телефон новый. Потому что, страшно сказать, у меня айфон 3s. Ну, что? Как-то я не сильно заморачиваюсь по этому поводу. Не покупаю обновленную технику тогда, когда мне это нужно. Ну, как-то так. Еще... Что еще хочу? Сегодня какая-то хотелка. Я не знаю, что ближайшие... Надежда на ближайшие покупки. Я хочу обновить мультиварку. Во-первых, сегодня я читала форум, я выбирала мультиварку, смотрела Ридмонд Мультикухня. И там на форуме зашла на какой-то форум, в котором обсуждалось, нужна ли вообще мультиварка. Конечно же, как обычно, мнения разделились. Кто-то говорит, да, это круто, кто-то говорит, да ну нафиг. Что я могу сказать по этому поводу? Когда я купила, я думала, что это будет, ну, какой-то дополнительный аксессуар, типа форумарки, суповыжималки. Ну, вот, например, то, что у меня стояло на тот момент, когда я покупала мультиварку и не использовалась. Зачем я хотела покупать мультиварку? Потому что там была возможность отложенного режима, в котором можно было наутро поставить кашу. То есть вы с вечера ставите программу, утром просыпаетесь, у вас каша уже готова, тепленькая, не подгорелая, все прекрасно, вы ее накладываете и завтракаете. Это было три года назад, когда я первую мультиварку себе купила. Поскольку мы перевезли на тот момент маму уже к нам, и, соответственно, мне нужно было как бы готовить утро завтрак, помогать ей переодеться, одеться, встать. Соответственно, времени на то, чтобы расслабленно встать и приготовить там завтрак, сварить, с чувством, с толком, с расстановкой уже не осталось. Поэтому я купила мультиварку. И вы знаете, как только я начала ее пользоваться, я не знаю, как это произошло, но я совершенно ушла от плиты. Я три года не пользуюсь плитой. То есть я ничего не готовлю на плите. Так кто-то скажет, ха-ха, у вас ее сейчас нету. Ну да, у нас сейчас ремонт, у нас сейчас нету плиты. Но на тот момент, когда мы жили на съемной квартире на Коломенске, плита была, когда появилась мультиварка. И что вы думаете, у меня на этой плите стояли цветы. Потому что я ею не пользовалась. Я поняла, что мне очень удобно все делать в мультиварке. Это экономит и время, и блюда от этого не страдают. Приготовить в мультиварке можно все, что угодно. Но, пожалуй, единственное, что, мне кажется, нельзя приготовить в мультиварке, это тоненькие блинчики. Потому что все-таки чаша, она глубокая. И там блинчики не приготовишь. Но, сейчас вот я смотрела мультиварку «Ритман» «Мультикухня». Не помню, какие там буквы. Если не забуду, на видео оставлю название полностью. И там дополнительно идет сковородка и подъемный механизм. То есть, вот этот нагревательный элемент, который внизу, потом у вас стоит чаша. Видимо, там есть еще дополнительный нагревательный элемент, который ставится сверху этой чаши. И, соответственно, там идет еще сковородка. И вы можете на этой сковородке что-то жарить или тушить. То есть, это реальная мультикухня. И, честно говоря, я загорелась идеей купить именно такую мультиварку. Я не знаю, буду ли я на своей кухне. Но, скорее всего, конечно, да, я сделаю встроенную две комфорки. Такие встроенные электрические, как это, не знаю, не помню, это называется. В общем, с головой взлетела. Ну, в общем, что-то такое, что встраиваемая поверхность, по-моему, да. Встраиваемая поверхность двухкомфорочная. Потому что, потому что все-таки изначально на будущее квартира должна быть съемной. Соответственно, не все люди, мы планируем сдавать в итоге эту квартиру. И не все люди смогут пользоваться мультикухней, да и не захочется ее, в общем-то, давать, захочется забрать ее с собой. Поэтому все-таки, конечно, две комфорки я сделаю, но мультикухню я бы хотела себе купить. Так, я практически уже доехала, у меня, честно говоря, устала ненатренированная рука. Видите, у нас сегодня пасмурно, 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 дорога такая темная получается. В общем, пасмурный денек, пасмурно, холодный денек. Ну, что делать, уже сегодня 20-21 октября, собственно, уже вот так вот. Все, я поворачиваю сейчас к броннице.